Ты что, снимаешь что ли? Ну да, смотри какая музыка, да? Это, знаешь, терминвокс, терминвокс. Вот смотри, она, видишь, не прикасается там. Сейчас я тебя увеличу. Не прикасается. Вон там, видишь, антенка. А она рядом там делает. Это изобрел великий термин. Слушай, такая история была. Значит, я сижу у Сергея Зорина в гостях в МГУ. И значит, он мне показывает такой альбом. Старые-старые газеты, еще таких 20-х годов. И там фотография одна такая интересная. И он говорит, видишь, терминвокс показывает свое изобретение. Там вот такая вот штучка, к ней вот так руку подвигаешь, и лампочка зажигается. Да. И вот, говорит, Сергей Зорин мне рассказывает. И тогда один комиссар, он так куртку свою завернул, под стол залез и рукой там делал. И лампочка тоже зажглась. Он так удивился, этот комиссар. А Ленин хохотал. Потому что он понял, почему. Потому что это там индукционная происходит реакция. Там неважно. Видно его или не видно. Ну, я так смотрю эти газеты этих лет. Да, говорю, удивительный человек термин. Сережа, какая у него судьба. Да. И Сергей Зорин, он мне рассказывает. Ну, интересная судьба. А хочешь, я тебя с ним познакомлю? Я говорю, слушай, ты что, за вас зажжел? Как же ты меня с ним познакомишь, если он с Лениным встречался? Да. А он, говорит, с соседем кабинете сидит. Хочешь, я его приглашу? Я говорю, ну, давай, пригласи. Короче говоря, заходит. Слушай, ну, плащ баллоня тогда насилия в Советском Союзе. Ну, такой пожилой-пожилой такой, седой совсем человек. И у него галоши на туфлях. Ты понимаешь, это такое удивление у меня было. Ну, то есть, такой по старомодному стилю, да? По старомодному стилю. Он зашел, мы с ним поздоровались. Давай я тише сделаю. Чудесный, да, терминокс? Вот. И мы с ним поздоровались. Он сел, я ему задал вопросы. Как себя чувствуете? Чем вы занимаетесь? А я такой молоденький был совсем. И он вдруг, невзирая ни на какие барьеры, ни на какие комплексы, такой простой, такой удивительный, интеллигентнейший человек, стал мне сразу рассказывать, как будто мы с ним только вчера встречались. Как будто всю жизнь знали друг друга. И стал рассказывать, чем он сейчас занимается там, что он сейчас уже изобретает термин Тойч. А ты спросил, что это такое? А я спрашиваю, что это такое? Он говорит, ну, представляете, надеваете металлическую перчатку, и вот, допустим, пространство пустое, а там наведением полей вы этой перчаткой чувствуете куб, шар, в пустом воздухе. Я так был удивлен. Слушай, а как хорошо играет, да? Тормин Вокс. А потом, знаешь, про Тормина очень интересно. Там можно в интернете его судьбу прочитать. Это удивительнейший человек, удивительный. Там рекомендую в интернете найти Тормин, Тормин его судьба. И вот самое интересное, Сергей Зорин меня со старкими интересными людьми познакомил. А я ведь его жду, он сейчас должен ко мне подъехать. Он же из Китай-Городской меня знакомил, которая создавала вот это вот интенсивное обучение иностранному языку, да? Ну, и со многими другими людьми. Удивительный человек. А сам Сергей Зорин создавал светодинамическую живопись. У него на экране там... Ну, это просто надо поискать в интернете, посмотрите, пожалуйста. Это очень интересно. А я сейчас сижу, вот у меня картина замечательная. Она вот испортилась. Пока переезжали из центра, повредили картину. Это картина маслом. А я сейчас пытаюсь акрилом. Масла у меня сейчас нету прямо. Но это густой акрил, очень хороший. Видишь, в полете. В полете и одновременно в танце. И одновременно в танце. Такая прямо как ангел. Сейчас, подожди. Я вот так сделаю. Акрил у меня чудесный. Правда, хотелось бы, чтобы масло было, но маслом я сейчас уже не могу рисовать в данный момент. Но я сейчас сделаю, чтобы она была прекрасная. Видишь, ручки. Тут вот платьица. Вот так фигурка. Вот. Ну, интересная картина у меня. Сейчас я сделаю. Да. Ну, вот придет Сережа Зорин. Он расскажет нам интересные истории. Я его очень люблю, потому что он человек необычный. Он человек необычный. И очень многое знает. Я хочу, чтобы в нашей школе Homo Futurus все с ним познакомились. И мы это видео выложим сейчас. Хорошо, что ты пока я тут сидел, занимался, взяла и начала снимать меня. Мы выложим. И может быть, там кого-то заинтересуют какие-то вопросы, они ему зададут. А он такие вещи знает. Он с такими людьми встречался в своей жизни. Он столько много сделал изобретений. Интересные книги написал. Ну, короче говоря, что я сейчас об этом. Он придет, мы поговорим. А кстати, я же с внучкой, не с внучкой, а да с племянницей термена встречался, когда я ездил с комсомольской правдой на катеке, по-моему. Маленькая такая девочка играла на терминвоксе, а потом она повзрослела, потом она стала учить других людей, да, и прославилась этим, кстати говоря. А я помню ее, она еще такая маленькая была. По-моему, Анечка, да. Ну да, если она когда-нибудь увидит, о чем я говорю, привет, привет тебе, дорогая, привет, здоровья тебе и счастья. Да. 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 Субтитры создавал DimaTorzok